Кондитерские изделия подорожали в Казахстане. По данным аналитиков портала Energy Prom, сладости выросли в цене в 2023 году на 12%. Булочки и прочая выпечка на 14%. Кондитеры говорят, цены подняли вынужденно. А жители страны теперь чаще отказываются от покупных изделий и возвращаются к домашним пирогам и тортам. Дана Ермак продолжит. Алия Есельбаева 4 года назад открыла собственную кулинарию. Каждый день на витринах у нее свежая выпечка. Торты, пироги, пирожные, баурскаки, булочки и пирожки. В команде женщины трудятся еще три человека. С нового года, говорит бизнесвумен, пришлось поднять цены на изделия. И большая часть от повышения это зарплаты сотрудников. Во-первых, это повлияло на то, что повысилась оплата труда персонала. Это самая затратная часть, потому что сейчас народ, скажем так, закредитован. Даже, наверное, в какие-то моменты ему тяжело. Он ценит свой труд, свое время. И основная доля прибыли или расходов приходится именно на оплату персонала. Второй расходный момент – это, получается, содержание, профилактика, ремонт оборудования – теплового, холодильного. Аналитики портала Energy Prom опубликовали статистику роста цен на кондитерские изделия. По их данным, за 2023 год карамель подорожала на 20%, мармелад на 16%, шоколад почти на 10%, халва на 9%. Среди мучных вафли выросли в цене на 15%, рулеты и кексы почти на 13%, а торты на 12%. Причин немало. Выросли зарплаты кондитеров, подорожало сырье и коммунальные услуги. На многие из этих показателей вляет и общемировая тенденция. Например, курс валют. Одних казахстанцев этот факт сильно расстроил, другие стали чаще печь самостоятельно. Заметно подорожали. Сейчас, наверное, все дорожает. Мы не так часто употребляем сладкие изделия. Ну, раз-два в месяц какой-нибудь торт. Не страшно? Больно, очень больно. Сама как сладкоежка говорю. А так, в принципе, когда ты ешь уже каждый день, это уже как привычка, и тебе уже все равно на цены. Наши дети больше любят домашнюю выпечку, поэтому мы печем сами в основном. Мы покупаем, когда праздники, когда детки что-то такое просят, то, что нельзя дома сделать. Экономист Арман Байганов считает, что подобный рост цен на сладости – это мировая тенденция. Большую часть цены составляет оплата труда, а люди нуждаются в повышении зарплаты. И эти факторы повлияли на рост. Учитывая, что кондитерские изделия выпечка, все подразумевают также существенную долю себестоимости – это ручной труб. И исходя из этого, это тоже непосредственно влияет, чем больше уровень зарплаты в целом по стране. И также будет провоцировать на рост стоимости именно кондитерских изделий. Вот эти факторы также выросли стоимость на энергоресурсы. К слову, по данным аналитиков, в оригинальном разрезе кондитерские изделия сильнее всего выросли в цене на западе страны. В списке антилидеров – Актюбинская и Мангистауская области. Наименьший рост цен зафиксирован на востоке Казахстана. Дана Ермак, Бауржан Жолдыбалин, Астана, Таймс.